Словно чаша не отпитая, Русь в хрустальных родниках. По традиции фестиваль «Репин навсегда» прошел в одном из самых живописных уголков Самарского края – в селе Ширяево. Здесь летом 1870 года жил и вдохновлялся природой великий русский художник Илья Репин. 5 августа исполнилось 180 лет со дня его рождения. Организовал фестиваль Самарский областной художественный музей. Мы сейчас шли по великой русской реке, и многие из наших новых гостей ни разу не бывали не только в Самаре, но уж действительно в Ширяево. И все говорили в один голос, ну понятно, почему Репин остановился здесь. Такой красоты мы не видали никогда. Мне кажется, в каждом музее, в хорошем музее, в коллекции есть хотя бы небольшая работа Ильи Ефимовича. Каждый из музеев считает его своим художником, но якорь наверняка принадлежит нам. Гостями фестиваля стали искусствопеды, сотрудники музеев из разных регионов России и Республики Беларусь. Владимир Петухов приехал из Владивостока. Рассказывает, дружба Самарского и Приморского музеев началась благодаря творчеству Репина. Художественный музей помогал в организации экспозиции на Дальнем Востоке. Россия огромная страна, и каждый ее уголок неповторим в своем облике. Но здесь, конечно, море, а здесь у вас Жигулевское море. Конечно, они, может быть, связывают, с чем-то объединяют и напоминают друг друга. И вот Репин, тема творчества Репина, конечно, в свете его 180-летнего юбилея, когда мы говорим о его творчестве, вот она объединила практически все регионы России. Творчество Ильи Репина многогранно, считают искусствоведы. Он писал в стиле реализм и точно передавал особенности эпохи, в которой жил. Картина Репина «Бурлаки на Волге» увидела свет в 1873 году. На выставке в Вене она завоевала бронзовую медаль и принесла художнику мировую известность. Сегодня ее можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она во многом стала эпиграфом всего его творчества. Эта работа повествует о том, что и в тяжелом труде есть своя красота. Это картина, в которой отразилась сила и мужество и терпение русского народа. В рамках фестиваля прошла научная конференция. Эксперты говорили об искусстве, делились открытиями и обменивались опытом. По мнению гостей, фестиваль «Репин навсегда» – это большой вклад в развитие культуры и туристической привлекательности региона. Это очень будет полезно и для профессионального сообщества, ну и, конечно, для всех жителей и туристов Самарской области. Сегодня особый день, прекрасная погода, прекрасная атмосфера, творческие коллективы. Я надеюсь, что всем это очень запомнится, все немножечко отдохнут, отойдут от своих каких-то проблем и забот. И сегодня получат огромное наслаждение от природы, от нашей великой русской реки Волги и, конечно, от нашей замечательной Самарской губернии. Весь день на площадке фестиваля для гостей работали мастер-классы, ярмарка изделий, ручной работы. Желающие могли поучаствовать в открытом пленэре и увидеть постоянную экспозицию музея. На сцене выступали артисты. Полина Челюкова, Галина Топилина, Сергей Баслин. События.